О запрете на ношение хиджабов Конституция Российской Федерации гарантирует каждому человеку и гражданину свободу совести и свободу вероисповедания. И на сегодняшний день нет на федеральном уровне каких-либо запретов, я имею в виду законодательном уровне, нет никаких-либо запретов на ношение платка. При этом мы очень четко подчеркиваем нашу позицию. Мы не против светскости государства. Но надо понимать, что светскость это не атеистическое государство, а наоборот это демократическое государство, которое дает равные права своим гражданам, многонациональному и многолюгиозному обществу нашей страны. Хорошо. Я, кстати, посмотрел сейчас ваш блог в живом журнале. Вы как раз написали о том, что запрет хиджабов противоречит Конституции. Там описывали один из инцидентов в Мединституте. И вот привели пример выдержку из Конституции. У граждан страны есть право на свободу совести и вероисповедания, как вы сказали. То есть вы считаете, что вот этот сейчас неофициальный запрет на нанесение хиджаба как-то ущемляет религиозные права мусульман? Безусловно. Почему? Потому что сегодня, если мы посмотрим даже федеральный закон об образовании, там говорится о том, что должна быть светская одежда. Но при этом нет запрета на элемент, например, головного убора. И уже в Госдуме об этом тоже обсуждают. И хотят провести круглые столы, заседания с привлечением общественности. И я думаю, что, конечно, к сожалению, это крайняя мера, когда мы прибегаем именно к судебным решениям. Но, на мой взгляд, сегодня мы должны эти вопросы решать гражданским путем. Что мы попытались сделать в ряде вузов, и у нас, слава богу, это получилось. Но смотрите, с одной стороны, никто же не мешает вероисповедоваться. Ведь есть специальные места для этого, в частности для мусульман, для мечети. Но здесь уже речь идет о светских учреждениях. И есть, в принципе, собственно, свои правила, которые соблюдают граждане любой религии. Конечно, но, например, мы говорим, когда о светскости, мы понимаем, что религиозные чувства внутри человека, они, безусловно, всегда были и есть. То есть, для, например, мусульман ислам – это не просто лишь обрядовая деятельность, это повседневная жизнедеятельность. И если кому-то, например, душевно необходимо носить нательный крестик, например, и он ощущает как-то духовную потребность в этом, то для мусульманок, например, это ношение платка. И сегодня, все-таки, когда мы возрождаем духовные нравственные ценности в нашей стране после 70-летнего запрета, я хочу отметить, что мы говорим о общих нравственных ценностях. Ведь сегодня и в православии есть понятие платка, например, и в мусульманской религии, и у представителей других религий. Кстати, нас и поддержали представители всех наших традиционных религий в этом вопросе. Мы должны четко разделять понятие светскости – это не атеизм, а это именно демократическое государство, которое дает всем права, закрепленные в Конституции, в главном документе нашей страны. Ну, знаете, ссылаться на Конституцию в таком случае могут любые граждане нашей страны сказать о том, что они перемещаются, предположим, по любой трассе, по проезжей части. И, скажем, они могут сказать о том, что нам запрещают эти законы перемещаться там, где мы хотим. То есть, ограничивать нашу свободу в таком случае. Тоже подать в Верховный суд, по большому счету? Нет, мне кажется, здесь уже чуть-чуть переборы. Но хочу отметить, мы, например, поддержали проект школьной формы. Мы считаем, что это правильно. Но почему бы в проект школьной формы не добавить небольшой элемент в виде платка? Ведь он никак не ущемляет права других людей, правильно? То есть, вот мы общаемся, я общался с родителями, я выезжал в Мордовию, встречался с родителями. Мы видим даже, со слов учениц, у них нет конфликтов между своими общениями. То есть, своими школьницами, подружками и так далее. Почему-то сегодня, и, кстати, Муфтий, духовный лидер нашей страны, Равиль Хадрат, обращаясь в обращении к президенту, очень четко подчеркнул. Я обращаюсь к вам как с отеческой просьбой. Потому что это очень простой вопрос. Но почему сегодня, к сожалению, из-за, наверное, политизации даже понятия хиджаба? Ведь хиджаб это не только вот та черная одежда, которую принято носить на Востоке. А она всегда сочеталась с национальными элементами той или иной культуры народов. Кстати, вот Верховный Муфтий России уже прокомментировал данную ситуацию. Он сказал, что до совершеннолетия девочка-мусульманка, к примеру, вообще не требуется прикрывать голову. Почему тогда мнение так разнется? Нет, о совершеннолетии надо понимать, что это плавая зримость. Да, зрелость. И в этом отношении, если уже девушка, то есть она созрела, то с точки зрения ислама она является совершеннолетним. То есть когда она уже отвечает из-за своей поступки и так далее. Поэтому это не согласно законодательству по наступлению 18-летия, а это именно раньше наступает. Поэтому в этом отношении здесь закладывается вот эта норма. То есть в принципе согласны с тем, что голову в таком случае покрывать не обязательно? До совершеннолетия, до ее половой зрелости, да. А как определить этот возраст? Вы говорите, это не обязательно по законодательству 18 лет, а примерно? Ну это наступает раньше, в зависимости от уже физиологических норм человека. Вот просто чиновники некоторые говорят, что, понимаете, сегодня, если разрешат хиджаб, допустим, в пятницу, в пятницу станет выходным, к примеру, уже днем, да, и ведут пятидневный намаз дальше. То есть это будет не предел, то есть это будет такой прецедент, который влечет за собой, собственно, вот... Я думаю, вы знаете, сегодня мусульмане, они уже давно интегрированы в наше общество. Ведь у нас более тысячелетняя история добрососедских отношений с представителями разных религий. И сегодня, например, даже сами работодатели готовы в дневное время, в пятницу, отпустить своих рабочих только на совершение молитвы. То есть там идет только вопрос обеденного перерыва, например. Касательно пятикратной молитвы, это уже сугубо человеческие взаимоотношения со Всевышним. То есть он может их совершить и у себя в офисе, или дома, где бы ни было, да, то есть в специально чистых, отведенных местах. Поэтому, наверное, здесь вот это не просто какая-то прихоть, да, то есть мы должны понимать. Это человеческое духовное убеждение, да, то есть ношение платка, которое никак его поменять, модернизировать не получится. Потому что она, эта норма уже действует более 14 веков, и она не поменяется. То есть она как была платком, так и останется. Мы сегодня говорим о том, что наше государство за демократический путь духовно совершенствуется. Строятся новые храмы, открываются мечети, открываются наши воскресные учебные заведения и так далее. И вот это естественный подход, когда мы духовно обогащаемся. И когда сегодня есть такая потребность, мы говорим о том, что ее запрещать не надо. Надо, наоборот, поддерживать, потому что чем больше будет девушек, которые ценят те духовно-нравственные ценности, которые заложены в наших религиозных конфессиях, то, безусловно, это будет только укреплять наше единство нашего государства. Рушан Рафикович, давайте представим, что, предположим, мусульманам разрешили, в частности, если мы рассматриваем случай в Мордовии, разрешить девочкам-школьницам носить хиджабы. А вот не возникли тогда вопросов у родителей, у других, допустим, чтобы разрешить какие-то послабления для своих детей, также в той же одежде, хотя, по сути, у нас в России, у каждого школьника есть форма. Школьная форма. Да, школьная форма. Не будут ли, не придется к этому все к нарушению порядка как такового? То есть одним, если разрешили носить хиджабы, то почему бы тогда моему ребенку не снять эту форму, а носить, допустим, то, что он хочет? Нет, мы изначально говорили о том, что все-таки школьная форма, она дисциплинирует человека. Но добавить туда элемент платка, например, это не противоречит каким-то нормам. То есть не нарушение. Не нарушение, да. Поэтому в данной ситуации, мне кажется, наверное, правильно то, что некая должна быть такая социализация нашего общества, потому что у всех разные возможности, кто-то может своего ребенка одевать в дорогую одежду. То есть чтобы вот этих не было конфликтов на таком бытовом уровне, мне кажется, это правильно. Но, например, опять же, элемент платка, здесь же не о насилии идет речь. То есть сам ребенок после воспитательной работы своих родителей выбирает одевать, не одевать. То есть и уже согласно вот этим духовно-нравственным ценностям он старается следовать тем принципам, которые родители вложили в этого ребенка. А как вы считаете, почему все-таки чиновники, в частности министр образования России, все-таки поддержали запрет на ношение головного убора в учебных заведениях? Чем они могли руководствоваться? Вы знаете, в последнее время понятие хиджаба, оно очень сильно политизировано. И в основном у людей, когда слово звучит хиджаб, появляется такая картинка, когда, к сожалению, смертницы или там на востоке в черных одеяниях. Ассоциации совершенно другие. Мы же говорим о том, что само понимание даже хиджаба, да, то есть это с точки зрения ислама, это то, что Всевышний вменил закрывать те части тела, которые мы называем там красотами, да, то есть и чтобы девушка была целомудренной, чтобы девушка была, безусловно, соблюдала те нравственные ценности, она должна следовать этим предписаниям. То есть закрыть волосяной покров, то есть надеть платок и одежду, которая бы закрывала часть тела, была бы непрозрачной и, конечно же, была бы не облегающей. Поэтому, мне кажется, здесь сегодня и эти элементы, они есть в традициях наших народов, в том числе и славянских народов, у мусульманских народов. Это все заложено. Национальный костюм, если посмотреть, например, русский национальный костюм, там тоже и головной убор всегда присутствовал, и длинное красивое платье с узорами и так далее. Вот это и есть понимание хиджаба, если посмотреть, хотя, может быть, не совсем созвучно. И это не какая-то мода, которую нам навязывает Восток. Это наша, которая всегда была испокон веков, в том числе и в Российской Федерации, и в Советской Федерации. Хотелось бы еще спросить, Рушен Рафикович, вот тот пост, который у вас был посвящен в живом журнале по поводу Института Пирогова, где тоже был запрет студенткам-мусульманкам носить хиджаб, чем закончилась там история? Как это удалось достичь компромисса какого-то? Слава Богу, у нас была очень плотворная встреча с ректором данного вуза, на котором мы спокойно за чашкой чая обсудили этот вопрос. И было принято решение, кто в медицинской форме. Опять же, вопрос стал о форме. Мы поддерживаем. Должна быть форма. Медицинская форма, она соответствует нормам, которые заложены. Но мы попросили, как и в принципе должно быть в любом медицинском учреждении, чтобы девушки носили головной убор. Это или специальная такая шапочка медицинская, или же мы попросили заменить, например, платком. И длинный ворот. Все, вопрос был снят. И на сегодняшний день девушки-мусульманки, которые учатся, а там, кстати, большое количество и иностранных студентов, в том числе из Малайзии, которые также носят головной убор, хиджаб. И вопросов нет. То есть на сегодняшний день, я знаю, вот уже несколько месяцев, студентки довольны. Они приходят, они одевают специальную форму и передвигаются без каких-либо проблем. Будут ли какие-то действия страны мусульман после решения Верховного суда, если оно будет отрицательным? Ну, безусловно, мы всегда призываем. К сожалению, эти вопросы можно было бы решить на гражданском уровне, я думаю. И это было бы более правильнее. Но так как есть вынужденные меры уже обращаться в суд, то мусульмане также последуют дальнейшим действием. То есть если на сегодняшний день Верховный суд откажет, то уже, насколько мне известно, адвокаты будут готовить апелляцию в Конституционный суд, который как раз будет рассматривать вот эти положения. Мы говорим о Конституции Российской Федерации, где заложена свобода совести, свобода вероисповедания. И как это может сочетаться с региональными законами в этом вопросе. Поэтому, конечно, мы надеемся, что сегодня суд примет положительное, справедливое решение в этом вопросе. Спасибо. Запреты на ношение хиджабов. И мы говорили с представителем, в предстоящем времени Верховного суда, мы говорили с первым заместителем представителя Совета муфти в России Рушаном Абясовым. Спасибо вам. Спасибо.